добрый день компания mzab меня зовут михаил как многие уже знают кто не знают приятно познакомиться вот сегодня к нам приехал автомобиль хендай x35 история у этого автомобиля очень интересная и имеет много всяких скрытых нюансов о которых нам предстоит еще узнать был капремонт моторист у знакомого советовал делать регулировку панно сам не взялся потому что сказал что это долго чем недельно собственно за это ремонт какого задиры всех четырех цилиндров лара в точках растачивать растачивали и делали потому что мы такие вещи не делаем и не рекомендуем делать сейчас что беспокоит посторонний шум на холодную постоянно холодная как будто бы вот пылесос задушили потом отпустили 20 ну и вообще эта проблема у меня уже до внешней августа прошлого года пытался найти вот этот запуток прошивки вырезание катализатора бензонасосы ничего не помогло форсунки топливные меня все все менял все что можно вывезли посмотрели поменяли я сатана себя ведет очень хорошо прям после 80 очень хороший отклик на педали до продавливать нужно чтобы когда 201 500 в данный момент то есть что он хотел от нас он хотел от нас чтобы мы получается отрегулировали ему клапана и выяснили все таки куда делась его динамика мы начнем сейчас нашу работу с чего начнем и с того что мы произведем компьютерную диагностику и проверим работу клапанов ввт и фазорегуляторов как бы при прогазовке на педалью газа слышно небольшие такой небольшой непонятный звук почему и хотим произвести проверку работы этих клапанов и ванасов вот поэтому начнем сейчас этого а дальше после того как автомобиль остынет проверим зазоры то есть как хотел клиент поехали так сейчас мы произведем быстрое тестирование всех систем диагностических диагностируемых в этом автомобиле посмотрим может есть какие-то еще проблемы за одну так сказать вот после чего попробуем посмотреть график работы клапанов ввт уже нашел какую-то неисправность причем по двигателю на холостом ходу вроде все корректно работает попробуем попробовать поработать педалью газа они должны быть меняться и значение задновеченных впускного и выпускного распредвала они должны меняться и допустим да там если вы держите педаль газа на оборотах то есть видите он провернулся и опять вернулся в исходное положение но он должен оставаться в нижнем положении почему это не происходит конечно это очень интересный вопрос то же самое здесь как будто он срабатывает и потом он отпускает причем выпускной распредвал работает лучше то есть при резком нажатии впуск отрабатывает а при плавном вообще не работает такое впечатление что проблема как раз прошивки хотя импульс импульс идет это у нас выпуск это сейчас пошел вы импульс на клапан ввт выпускного выпускного да 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 а это впуск с впуском конечно какая-то беда впуск видите он практически не меняется так не должно быть вот только при резком нажатии смотрим как работает клапан и причем самого импульса нету на клапан при плавном нажатии есть над чем поработать сейчас я так понимаю мы все-таки остудим двигатель да мы все-таки проверим как хотел клиент с зазора и после этого уже будем делать выводы делать выводы да 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 Музыка 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 Ну что, закатили мы наш автомобиль Выкатывали мы его на улицу Для чего? Для того, чтобы он остыл Потому что для проверки зазоров под клапанами На клапанах нужно, чтобы автомобиль был холодный Потому что зазор тепловой Чем горячее автомобиль, тем он меньше Вот, поэтому В принципе он у нас остыл Сейчас мы что сделаем? Сейчас нам нужно снять Добрый день, с вами компания ОМЗАП Для тех, кто проживает в немосковском регионе И не имеет возможности привезти к нам Свой автомобильно-профессиональный ремонт двигателя Можете прислать транспортной компании Снятый силовой агрегат Вы оплачиваете доставку до Москвы А мы отправляем вам отремонтированный двигатель За свой счет Двигатель к отправке готов Также мы пришлем полный видеообзор Дефектовки и ремонт вашего двигателя Катушки Тут пару патрубков Проводочки отсоединить И снять клапанную крышку После чего выставляем двигатель В верхнюю мертвую точку И меряем зазоры В общем, в принципе, все сейчас вы видите Сейчас мы отсоединили Это у нас клапан регулировки Фазораспределителя на выпускном валу Мы отсоединяем катушки зажигания Нужно сейчас выкрутить катушки И провод питания на них Также мы отсоединяем фланг Визоляции картера И, в принципе, нам осталось только Открутить болты Крепление крышки Все болты мы выкручили Болты тут, кстати, специальные Не теряйте их Они, видите, сразу Как они называются-то С денсационными фатулками Потому что если закрутить сюда обычный болт Он просто разломает клапанную крышку В принципе Наша крышка Что мы делаем дальше? Дальше мы выставляем двигатель в верхнюю мертвую точку По первому цилиндру В принципе, это делается несложно Вот они наши шестеренки Фазорегулятора 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 Впускной Выпускной распредвал Они, кстати, как видим Судя по всему новые Видимо, уже пытались их заменить Не помогло Чтобы приблизительно выставить Да, там, в принципе, достаточно Повернуть коленвал вместе с распредвалами Так, чтобы вот эти вот кулачки Смотрели вверх Ну, приблизительно одинаково друг на друга Ну и потом уже проверить метки На шкиву коленвала И на шестеренках распредвалов Как мы видим, вот они кулачки смотрят друг на друга На первом цилиндре Сейчас проверяем меточки Это, в принципе, легко сделать Берем лезвие И подводим под метку Западает и здесь почти западает Сейчас чуть довернем Ну что, двигатель у нас стоит в метках По ГРМу на верхнемерховой точке Первого цилиндра В этот момент, в принципе, что мы можем сделать Мы можем проверить зазоры На первом цилиндре полностью Потому что, видите, кулачки направлены вверх От места соприкосновения со стаканчиками регулировочными Вот И, естественно, то есть Зазор должен быть сейчас минимальный Видите, я даже вот сейчас Могу прокрутить стаканчик Это говорит о том, что он не поджатся сейчас в данный момент Вот Также мы можем отрегулировать Ну, вернее, не отрегулировать Проверить зазор На впускном Впускных клапанах Второго цилиндра И на выпускных клапанах Третьего цилиндра Тоже видите, да? Кулачки направлены вверх Они отвернуты от стаканчиков Естественно, зазор между ними сейчас максимальный Для тех, кто не знает Или кому интересно На данных двигателях Очень большой диапазон регулировки То есть Заводским считается Зазором 20 0,20 Миллиметра на Впуске И 0,25 На выпуске Но При этом Шаг у них очень большой Шаг у них Плюс-минус 0,10 Поэтому Если будет Допустим Здесь Плюс 0,35 Зазор А здесь Допустим 0,15 Даже 0,10 0,30 То есть Ну Мы считаем Ну И вообще В принципе Многих Технических Там Данных Которые Предоставляются Там Можно найти В интернете Посмотреть Большинство Разрешают допуск Плюс-минус Плюс-минус В принципе Это считается Нормальным Зазором Обычно Чтобы было проще Я сразу Выделяю Сразу Несколько Щупов Которые Мне нужны И Сразу Ими Пользоваться Начинаю Я С выпуска Самого Большого Щупа 0,35 Размера Видите Он не заходит Под Кулачок Здесь Трудом Я его Вкусняю То есть Это Уже Считается Не Не То Чтобы Максимальный Зазор Максимальный Зазор На выпуске У нас А Ну в принципе Да 0,35 Это Допуск Допуск Вот Планета Если Я беру Минимальный Свободный Это 0,13 И дальше Уже 0,25 Вообще Не Залазит То есть Тоже Стру До Капитального Ремонта Иногда бывает Что Зазор Слегка Великоват Почему Между Клапаном И Седлом Появляется Нагар И Грубо говоря Клапан Уже Удаляется В момент Закрытия Не Железо В железо Он Удаляется В нагар Зазора Становится Больше После того Как Зазор становится Больше Естественно Подстукивать Меньше Воздуха Пропускать Грубо говоря Он Не Дожимается Но При Капитальном Ремонте У нас все Механики Делают Притирку Клапанов Чистку Седел Клапанов И После этого Зазор 99,9% В случаях Выравнивается Грубо говоря Приближается Ближе к заводскому В принципе Этот двигатель Капиталился И Судя по всему Здесь клапаны Тоже притирались Но Забегать наперед Потому что Мы только половину Промерили Сейчас проверим Вторую половину И будем уже Говорить более уверенно В данный момент Мы проворачиваем Двигатель Получается Коленвал На 360 градусов Сделаем Один оборот Распредвалы При этом Прокручиваются На 180 градусов Переводя Четвертый цилиндр В верхнюю Мерковую точку Мы провернули Коленвал На 30 градусов Распредвалы Как мы видим Провернулись На 180 градусов И метки Перешли Из центра В разные стороны Теперь смотрят Вот она Одна Это на впуске Вот она Вторая На выпуске Ну и опять же Видно По кулачкам На четвертом цилиндре Что теперь они Смотрят вверх Все стало зеркальным И проверка Зазора Становится тоже Зеркальной То есть мы можем Проверить зазоры На четвертом цилиндре Впуск Выпуск На третьем цилиндре Теперь Впуск А на втором Выпуск Ну что На выпуске у нас Точно так же 0.35 Допустимый зазор Здесь у нас 0.30 Никуда не заходит 0.25 Тоже не особо идет Ну что Зазоры Мы проверили В принципе Как вы видели Все зазоры В полном порядке Это конечно Не то Чтобы автомобиль Вышел только С завода Но при этом Зазоры В допусках То есть 0.35 0.30 0.35 Это выпуск И 0.20 0.25 Это впуск Будем говорить Откровенно Отличные зазоры Вот Поэтому Дальше мы Действуем Как мы и планировали То есть Сейчас мы обратно Приклеим клапанную крышку Поставим На новую прокладочку Вот И Будем уже Вызывать Наших Компьютерных гениев Которые Будут уже Смотреть Что И как Произошло С прошивкой Почему Нет команды На клапан Фазорегулировки Почему Он Не Смещает Фазу В нужный момент Он Смещает Фазу Неправильно Как я говорил в начале Когда мы делали Компьютерную диагностику Ну что Принесли прокладочку Вот она Чик-чик Новенькая Красивенькая Мягенькая Так вот Выглядит Клапанную крышку Как вы видели Мы помыли Почистили Тоже Выглядит Как новая Сейчас это все дело Соберем Видите идет стык Передней крышки И головки И Если не намазать Вот в этих местах Будет Собираться капли То есть Масло будет Спекать С двигателя Много не надо Чуть-чуть Мазнули Чтоб Прокладка В этом месте Приклеилась Дальше Берем прокладочку Вернее крышку Ставим ее на место Затягивать Клапанную крышку Лучше от центра К краям Для чего? Для того, чтобы Когда вы ее по краям Зажмете Начнете прикручивать центр Она может в этом месте Сломаться Пойти на излом Проверяем Все ли болты затянуты Все ли болты на месте И а дальше Продолжаем в обратном порядке собирать Ставим обратно катушки Вот они У нас есть еще одна процедура, которую мы хотели попробовать сделать Вот Мы хотим Перед тем, как вызывать Наших компьютерных гениев Хотим попробовать Поменять вот этот вот клапан Это клапан управления Включение-выключение Фазовращателя На впускном коллекторе Впускных клапанов Потому что Бывает такое Что они выходят из строя И Идет потеря мощности Сейчас мы попробуем Поставить другой Если ничего не изменится Тогда уже Будем Выяснять, что Случилось С программным обеспечением Блока управления двигателем Вот Наш клапан Внешне В принципе он выглядит неплохо Но Работоспособность Его тяжело проверить На глаз Скажем так Поэтому Мы сейчас поставим другой клапан И проверим Как он работает Вот Наш клапан Клапан Новый Мы установили Сейчас мы Что сделаем Сейчас мы возьмем Опять Диагностический прибор В нашем случае Это ланч И посмотрим еще раз На графике Что либо изменилось Или нет Вот Потому что Как бы Клапана мы проверили С ними проблем нету Значит Проблема Все таки остается Какая-то это электрическая то есть либо питание на клапан не приходит хотя в принципе он бы наверное давал бы ошибку по этому поводу поэтому питание скорее всего приходит так что остается только одно либо сам клапан не работает питание на него идет но он не отрабатывает так как надо либо проблема таких программное обеспечение спячем и говорили в самом начале судя по графику у нас что-то получилось это у нас сигнал впуск да вот как педали стал намного лучше принципе осталось прокатиться на автомобиле я считаю так да он вяло с опозданием не то что даже с опозданием было так что я покажу вот она наша кривая идет на то есть только при очень резком нажатии на газ он делал вот такой вот нажал скачок и все то есть а сейчас он может очень проблема встречающихся после капитальных ремонтов двигателя надо проблемам встречаются почему-то те клапана загрязнение то ли еще как-то видимо либо стружка попадает либо гарь которая попадает в масло из цилиндров что-то очень плохо влияет на клапан в общем клапана начинает подклинивать настоящий цикл ну что виктор проедет граев эти машины особой хороший динамик без руководства работает тихо дозор капанул будем отдавать нет а по двигателю снова что-то выскочила сейчас мы проверим что там выскочила в принципе как мы и думали выскочила ошибка по цепи управления нагревателя кислородного датчика емкость один датчик 2 это нижний кислородный датчик в народе лямбда зонт да и не в народе тоже лямбда зонт вот все таки мы посоветуем владельцу данного авто перевести перевести его на евро 2 евро 3 какой там правильно вот и эта проблема исчезнет моя работа на этом заканчивается спасибо что смотрите наши видео приезжайте к нам автосервис ремонтируются будем надеяться что мы скажем так ваше мнение не испортим вот и что еще подписывайтесь на наш канал ставьте нам лайки и до встречи у нас в гостях и